Итак, Павел собирается идти в Иерусалим. По дороге его отговаривают. Помните, что и дочери Филиппа Благовестника, пророчицы, говорят ему о том, что в Иерусалиме ничего хорошего его не ожидает. И пророк Агав совершенно конкретно при помощи пояса показывает его, что его свяжут и что он будет предан язычникам. Но на все это у Павла есть ответ. Этот ответ мы находим в Деяниях апостолов 21 глава 13 стих. Но Павел в ответ сказал, что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Почему настолько хотел Павел прийти в Иерусалим? Почему это для него было так важно? Ответ на этот вопрос, я думаю, найти достаточно легко. Вы помните, что в Иерусалим он пришел вместе с язычниками. Он привел язычников с собой в Иерусалим. Его, собственно говоря, потом и обвинят в том, что он ввел язычников в храм. Хотя это не так. Его видели с Трофимом из Ефеса на улице и решили, что он привел его в храм. Но сам тот факт, что язычники приходят в Иерусалим, имеет особое значение. Смысл в том, и мы с вами об этом уже вчера коротко говорили, что Павел воспринимает язычников как плод своего служения. Земледелец приносил Господу первый плод своего служения. Животноводы приносили Господу плод своего служения. Павел также приносит от плода своего служения первый плод, лучшее. Он хочет, чтобы язычники пришли в Иерусалим для того, чтобы засвидетельствовать. Вот идет покаяние язычников. Вот Господь работает и среди язычников, как он работает и среди иудеев. Вот это плод его служения, вот это плод Божьей любви. И именно поэтому ему так важно прийти в Иерусалим. 21 глава – это путь Павла в Иерусалим и его встреча с Иерусалимскими иудеями. Сначала он встречается с учениками, встречается с апостолами, с христианами. И ему говорят о том, что про тебя дурная слава. Мы тебя принимаем, но про тебя свидетельствует, что ты заставляешь иудеев жить не по закону. Или понуждаешь иудеев, или убеждаешь иудеев, как хотите, жить не по закону Моисееву. Вот чтобы опровергнуть эти слухи, войди в храм и заверши обряд очищения, посвящение себя Господу вместе с теми людьми, которые у нас есть и которые собираются этот обряд исполнить. И таким образом люди увидят, что ты исполняешь закон. Он это сделал, как его просили, он готов был сделать, тем более, что было сказано, что христиан из язычников никто к исполнению закона понуждать не будет. Но появляются асийские иудеи, те самые иудеи из Малой Асии, о которых мы уже читали раньше, которые преследовали его во время первого миссионерского путешествия, в частности. Или их потомки уже в данном случае. И говорят, начинают возбуждать против него народ. Обвинение, предъявленное против апостола Павла, абсурдно. Его обвиняют в том, что он привел язычников и что он ввел язычников в храм. Обвинение это громогласно звучит в 28 стихе 21 главы Деяния апостолов. Мужи израильские, помогите. Мужики, помогайте. Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего. В общем, это ложь, он никогда не учил. Против закона и против иудейского народа. Мы с вами только что читали и вспоминали послание к римлянам, когда он готов был сам отлучен быть от Христа, если бы это было возможно, ради того, чтобы иудеи пришли к покаянию. Он говорит о том, что мы пришли не нарушить закон, что мы не нарушаем закон, и Христос не пришел нарушить закон, но закон исполнить. И в оправдании в Иисусе Христе закон исполнился окончательно. Это ложь, что он учит против закона, против народа, против храма, против места сего. Дальше они прочитают, они повторяют. «Притом и эллинов ввел в храм и осквернил святое место сие». Это тоже ложь. Лука рассказывает, что они просто видели его с Трофимом, с эфессианином Трофимом, и предположили, что они видели его на улице, и предположили, что он вошел в храм для язычников. Ходить в храм было недопустимо. Соответственно, начинается народное возмущение. Весь город пришел в движение, и сделалось стечение народа, и, схватив Павла, повлекли его вон из храма. И тотчас заперты были двери. Вот начинается народное возмущение. Но вы помните, что в Иерусалиме друг напротив друга оставил храм и римская крепость. Храм и римский гарнизон. Это постоянное противостояние храма, с одной стороны, римского гарнизона, с другой стороны, создавало зону особого напряжения. В Иерусалиме начинается возмущение. В римской крепости об этом узнают. Тысяченачальник, представитель римской власти, в данном случае, вмешивается. Они же, то есть народ, увидев тысяченачальника и воинов, перестали бить Павла. Значит, римляне пришли Павлу на помощь. Павла сковывают цепями, спрактованы, что сделал. В народе никто не может, собственно говоря, ничего объяснить. И такое уже было. Помните, как обвинений толком против него не могли придумать? На самом деле, вся следующая история, аж до 27-28 главы Деяния апостолов, это история того, как пытаются выдвинуть обвинения против Божьего служителя, и на протяжении долгого времени их, по большому счету, ничего не получается. Когда же он был на лестнице, то воинам пришлось снести его по причине стечения стеснения от народа. Значит, на самом деле, здесь несколько сразу проблем. С одной стороны, что делать с Павлом, как разбираться с Павлом. С другой стороны, как не допустить народного возмущения, потому что, если в Риме узнают, что иудея забурлила, ничего хорошего не будет. Третью проблему дает и сам Павел. Он начинает говорить с тысяченачальником, говорит по-гречески, тысяченачальник совершенно удивлен. Вы представляете, вот человека, который полтора года жил в Каринфе, который три почти года жил в Ефесе, который проповедовал на площади в Афинах, который проповедовал в Филиппах, который проповедовал в Фессалонике, который проповедовал в Вере, который к этому времени написал уже несколько посланий на греческом языке, посланий, которые будут читаться на протяжении столетий, тысячелетий. Вот этого человека в этот момент, говорит, у этого человека спрашивают, после всего этого, ты знаешь по-гречески? Да я, в общем-то, так, видите, немножко учил. Вот, это мне как-то говорят, ой, говорит, а вы, говорит, по-английски тоже немножко разговариваете? Я говорю, ну да, немножко разговариваю. Такое, вот бывает, нашим операторам можно задать вопрос, ой, а вы знаете, что, даже на какую тут кнопку нажимать? Ну, я, наверное, догадываюсь, да, типа, на какую кнопку тут нажимать? Вот, тысяченачальник несколько раз в данной точке удивляется. Ты знаешь по-гречески, удивляется он первый раз, дальше он решает, что это египтянин, который произвел возмущение. Не ты ли это, говорит он? Нет. Павел говорит, я иудеянин, торсянин, гражданин небезызвестного киликийского города. Прошу тебя, позволь мне говорить, к народу. Это следующее изумление, которое ожидает тысяченачальника. Вот, оказывается, человек, которого мы взяли, в общем-то, человек известный. И вот, на протяжении нескольких глав будет вопрос, а что с ним делать? Понимаете, когда Господь работает с нами, когда Господь работает через нас, когда Он защищает нас, вот буквально враги могут быть рядом, они представления не имеют, а что с нами сделать? Как нас остановить? С лестницы римской крепости. С лестницы римской крепости Павел обращается к собравшимся людям, к толпе. И говорит он на еврейском языке, на иврите. Его подход в этой проповеди весьма необычен. помните, что Он прославился среди иудеев тем, что вот Он не наш, Он объязычился, как про Него говорили, да, Он тут с язычниками водится, что иудеев от закона оставляет отступать. Он сначала удивляет тысяченачальника, заговорив с Ним по-гречески, а потом удивляет своих сограждан, заговорив с Ним по-евреям, с Ним по-еврейски. Так что, друзья мои, несколько языков хорошо знать очень-очень полезно. Вот по жизни может пригодиться. Его начинают слушать, потому что Он говорит так, как им понятно. Он говорит, как один из них. И он здесь перечисляет свои заслуги. То, что им может быть понятным. Иудеянин он говорит о себе, родившийся в Тарсике или Кийском, тоже, в принципе, один из наших. Но еще более. Воспитанный всем городе при ногах Гамалиила. Вот я учился в хорошей школе. Я учился в школе у Гамалиила, которую вы хорошо знаете. Тщательно наставленный в отеческом законе ревнитель по Боге, как и все вы ныне. Вот вы тут из ревности по Боге это делаете. Вы тут из ревности по Боге меня сейчас преследуете. Я такой же. Я тоже преследовал. Но Господь открылся мне. Он рассказывает эту историю своего покаяния, которую мы с вами уже читали. Ребята, я такой, как вы, но со мной произошло нечто особое. Господь призвал меня на это служение. Он рассказывает часть своей истории. Он рассказывает о покаянии и вот где происходит перелом. Вот где происходит перелом. В определенный момент они его слушают. Но 21 стих приводит их в неистовство. И он сказал мне, иди, я пошлю тебя далеко к язычникам. И вот здесь происходит нечто важное. Слушатели Павла фактически подтверждают, что они не хотят иметь ничего общего с язычниками. Пока он говорил то, что им приятно, или по крайней мере то, что им терпимо, они его слушали. Но здесь он рассказывает им о своей миссии, о миссии, данной Богом. И вот это они уже не могут воспринять. До этого слова слушали его. Азасим подняли крик, говоря, истреби от земли такого, ибо ему не должно жить. Замечательный вопрос. А почему не должно жить? Разве не был поставлен Израиль как свет просвещения язычников? Разве не говорилось и в Ветхом Завете о миссии Израиля язычником? Проблема Израиля в этот момент заключалась в том, что он забыл о своем предназначении и готов был убить того, кто ему об этом предназначении напоминает. Тысяченачальник повелел ввести его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Это защита, но защита такая достаточно своеобразная. Ввести в крепость, чтобы его не разорвали, но для пущей важности на всякий случай бичом-то все-таки избить. Даже это ему не удается. Но когда растянули его ремнями, представляете себе, вот тут я его на самом деле не понимаю. Ведь когда он узнал, что его будет бичевать, он мог сказать сразу. Он ждет до последнего момента, когда его растянули, его приготовили к бичеванию. Он говорит стоявшему сотнику, ведь он до этого мог говорить с тысяченачальником, он дотянулся, дождал последнего момента, драматизм ситуации, и говорит римскому сотнику. Он не просто говорит, я римский гражданин, а он ему как бы так невинный вопрос задает. Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда. Вот кажется, что было у Павла какое-то особое чувство, когда нужно совершить то или иное действие. Потому что то, что он делает, производит шок. Услышав это, сотник подошел и донес тысяченачальнику, тому самому, с которым Павел уже говорил, донес, говоря, смотри, что ты хочешь делать, этот человек римский гражданин. Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал, скажи мне, ты римский гражданин? Он сказал, да. Тысяченачальник отвечал, я за большие деньги приобрел это гражданство. Павел же сказал, а я и родился в нем. Помните, что он торсянин? Кстати говоря, кажется, что тысяченачальник был не шибко образованный. Дело в том, что, как и исследователи говорят, уже давно это известно, жители Тарса автоматически получали римское гражданство. Павел представился как житель Киетарса изначально. Тысяченачальник мог бы сообразить, но раз тысяченачальник не сообразил, Павел ему напомнил в последний момент. Тогда тотчас отпустили от него хотевшие пытать его, а тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, снова повторяется, испугался, что связал его. То есть, вопрос даже не в том, что мы его побить собирались, а как мы имеем право таким образом обращаться с римскими гражданами. Это будет хуже самому тысяченачальнику. И вот он находится в крепости под защитой римских солдат. Субтитры создавал DimaTorzok